Привет! С вами Настя! И сегодня я в первый раз попробую нарисовать на кружке красками по стеклу и керамике. Данные краски у меня давно лежат и ждут своего часа, и я таки решилась попробовать. Еще в этой работе я буду использовать контур по стеклу и керамике. Сначала нам нужно обезжирить поверхность кружки. Рисунок у меня будет с морской тематикой, точнее я буду рисовать море, кораблик и птиц. Поэтому сначала я беру белую краску и светло-голубую, смешиваю их для того, чтобы сделать верхнюю светлую волну. Инструкции к этим краскам я прочитала, что сначала нужно начинать с самых светлых оттенков и цветов, постепенно спускаясь в более темную. У меня получался такой эффект наложения красок друг на друга, но я вам скажу, что эти краски такого не любят. То есть ваши слои должны быть максимально тонкие, иначе краска может потрескаться и полопаться. И как вы видите, я сначала сделала самой светлой краской, потом средней голубой, и внизу я начала красть уже чистой темной синей краской. То есть ни с чем ее не смешиваю. И в инструкции написано, что изделие нужно просушивать в течение 12 часов между слоями. Далее черным фломастером я нарисовала контур своих рисунков. Кстати, не советую вам использовать именно черный фломастер, потому что он у вас растечется в краску, и, например, мои паруса вместо белоснежных белых превратились в серые. И с этим я уже ничего не сделаю. Поэтому ищите цвета фломастеров, которые наиболее по оттенку подходят к цвету краски, которым вы будете закрашивать изделие. И еще в инструкции я прочитала, что сначала нужно рисовать большие детали, которые заполняют основное пространство. А далее, после того, как вы просушите его 12 часов, можно переходить к мелким. Для мелких деталей я беру маленькую, естественно, кисточку синтетическую, уже не плоскую. В принципе, рисовать на стекле не так уж и сложно. Самое главное, что я поняла в процессе именно своей практики, что не нужно краску на краску наслаивать, когда она жидкая. Потому что все как-то, знаете, скукоживается, скамкивается и впоследствии при высыхании трескается. То есть такой дефект у меня есть теперь на кружке. Я его пыталась скрыть тем, что повторно после 12 часов пыталась перекрыть краской. Но все равно рельеф, выпуклость эту, ну, никак не убрать. Может быть, как-то лаком потом можно было бы скрыть. Но все равно идеально гладко бы у вас уже не получилось. Поэтому обязательно делайте между слоями перерыв 12 часов. И еще не рекомендуется разбавлять краски обычной водой, для того, чтобы они стали более полупрозрачными. Было написано, что это снижает устойчивость изделия. То есть, когда вы впоследствии будете мыть свою кружку или тарелку, краска может просто отколоться, ну, или что-то с ней там произойдет. Для того, чтобы добиться эффекта прозрачности краски на стекле, продаются специализированные разбавители. С основным рисунком я закончила. Теперь беру контур по стеклу и керамике и начинаю обводить птичек. После птичек я перехожу к самому морю, создавая вот этот морской такой орнамент. Когда вы рисуете такие мелкие элементы на весу, ищите точку опоры. То есть, ваш мизинец должен куда-то упираться. Ну, естественно, не в сам рисунок, чтобы ваши руки не тряслись и вам было удобно рисовать. Морской орнамент внизу кружки я изображаю серым контуром. Все, что выше, весь орнамент, у меня будет изображаться белым контуром. То есть, далее все волны будут белым. Облака некоторые я обведу белым контуром, а некоторые черным. В общем, что я хочу вам сказать. Не бойтесь пробовать. Вот я смотрела на эту кружку два месяца, хотела на ней рисовать и боялась. Дела попробовала, и мне все понравилось. Понравился процесс получения самого опыта работы с такими красками. Ну что, вот такой результат у меня получился. Это было очень интересно и полезно. А вам, друзья, я желаю творческих успехов. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока, до новых встреч!